Какого цвета кузов машина бывает? Мусор у нас будет. Какого цвета машина? Синий. Вот, разукрашивай. Где эти синие грамочки? Когда Руслан в первый раз попал в семью Айджаровых, он с трудом даже говорил. В родной семье мальчиком занимались мало, а после смерти матери он и вовсе замкнулся. В детский дом ребенка в таком состоянии отправлять было и нельзя. Его приняли в семью Галина и Бесена Айджаровы. Они уже вырастили троих сыновей и воспитывают троих приемных. Ребенок очень плохо разговаривал, не знал элементарных вещей. Когда мы включали свет, он бегал, прыгал, хлопал в ладоши. Телевизор он за поем смотрел первое время. Но вот старшие, они мне помогают. Они и присматривают за Русланом, и, ну в общем, они во всем мне помогают. Сейчас Руслан уже практически не отличается от сверстников. Результат дали регулярные занятия с ребенком в течение двух лет. Также Руслан посещает психолога и логопеда. Об опекунстве Айджаровы задумались в 2013 году. После школы приемных родителей долго не могли решиться. Но увидели и Милану и захотели встретиться. Уже потом оказалось, что у девочки в детском доме есть брат и сестра. После семейного совета решили, забирать будут всех. Понимаете, когда их первый раз вывели, нам сказали, что возраст такой, но дети были маленькие какие-то, вот замкнутые. То ли они к нам присматривались. И у нас прям жалость какая-то появилась. Через неделю они начали называть папу маму. Через неделю. Несмотря на страхи, наладить контакт с детьми оказалось просто. Родители старались все делать вместе. Готовить, работать по хозяйству, учить уроки. Сейчас Милана учится на одни пятерки. Мечтает стать хирургом. Старший Ильнур поступил в АИСИ на повара. Сестра Мадина в сельскохозяйственный колледж на ветеринара. Мама заметила, что я люблю кошек, собак. Каждый раз приводила домой кошек, собак. Из-за этого мама сказала, может, ты пойдешь на ветеринар, я согласилась. В воспитании детей принимающим семьям помогают специалисты комплексного социального центра. Они начинают вести патронаж с первого дня. Для начала определяют вид опеки. Возможно, передать ребенка на некоторое время, чтобы родители поняли, справляются ли с новой обязанностью. А дети смогут за это время адаптироваться к новой обстановке. На базе центра проводятся встречи с психологами и логопедами. После оформления опеки родители в любое время могут обратиться за помощью. Либо юристы, либо специалисты органов опеки дают консультации по любым направлениям деятельности. То есть, будь то досрочный уход на пенсию одного из приемных родителей, будь то постановка в очередь на жилье ребеночка, в оформлении каких-то выплат, льгот, компенсации и так далее. Сейчас в Астраханской области почти 3,5 тысячи замещающих семей с 2011 года. Более 4 тысячи детей из приютов нашли своих родителей. Так же, как Ильнур, Мадина, Милана и Руслан. Наталья Фомина, Руслан Срывченко, Центр новостей.